Спасибо, что пригласили меня побеседовать с вами дважды, причем. Я также понимаю, что вы скоро уже уедете. Прежде чем я что-либо скажу, я хочу вас заверить, что Баба будет следовать за вами домой. Он будет заботиться о ваших семьях. Он уже вместе с вашими детьми, женами, мужьями, а также сестрами и братьями. Я это говорю не с позиции обещания. Это не с позиции надежды. Это то, что я вам говорю, это голый факт. Чистый факт. By the time you go home, you will have your problems solved. The family problems, financial problems, there are nothing to Swami. So don't worry about your families there. They are better taken care of than when you are there. Swami does your work much better than yourself. He knows that you are away from families and the family members there will be missing you. Similarly, you will be missing them. But at the same time, Swami will be with you. With you. Please be sure about it. The experience of all the devotees across the world. Bhagavan at one time said, I follow you home and drop you there. Until then, my responsibility does not end. So be happy. Keep smiling all the way. After all, problems anybody will have to face. If not this month, next month we will have a problem. They won't leave us. So trust in Swami. He will carry your burdens. Wish you all the best. a safe journey back home. With prayers to Bhagavan. To take care of each one of you and your families. inspire you to continue in devotion to Him. Now we have some questions from our coordinator. Let us see how I am going to answer them. Yes. Welcome everyone to conversations with Professor Anil Kumar. We are happy to have lots of new Russian faces here today. We are happy to have lots of new Russian faces here today. And also some Germans are here also, I believe. We do like to hold these conversations with Professor every Monday. so you are always welcome. As you can see, we are limited to about 20 max. And we want to thank Riemont for coming to translate today. And we want to thank Riemont for coming to translate today. It's so nice. Thank you. Если у вас есть вопросы духовные, тогда задавайте, пожалуйста, вопросы. Сейчас очень много, очень модно стало говорить о предназначении, что вы вообще об этом думаете, какое истинное… Предназначение, так, сейчас… Тоже не очень известное моё слово, но как бы в чём причём? Предназначается ли путь мужчины, предназначение и женщины? Значилось просто. Сейчас это очень модернный вопрос. Пропос. 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 Разделение человека на мужчин и женщин только по половому признаку. Пропос. 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 Кто-либо скажет, что это Мартин? Кто-либо скажет, что я Мартин? Кто-либо скажет, что я мисс Грейса? Никто же не говорит, что я мужчина Мартин. Никто не скажет, что я леди Грейс This is common to both the gentleman and the lady. Я относится и как к мужчинам, так и к женщинам. Этот Я, он за пределами пола. Этот Я вечен, безвременно, без времени, не имеет начала и не имеет конца. Для каждого это как универсальное. Я в вас не отличается от Я во мне. Это Я универсальное. И это называется сознанием. А целью жизни является знать сознание, которое просто, которое Я в каждом. Когда тело рождается, вместе с телом в нас пробуждается жизнь и ум. Тело стареет естественным образом. А в конце и тело придется оставить, и жизнь нас оставит. А Я никуда не уходит. Я всегда, постоянно. Оно не приходит откуда-то. И не уходит куда-то там. Потому что оно везде. А то, что везде, оно не приходит и не уходит. Тело ограничено. То есть оно приходит и уходит. А вместе с этим и жизнь, и ум. То есть Я не уходит. А целью жизни является Знать это Я. Что это такое. Как это пережить, прожить на опыте. Как это узнать, что Я, которое вечное, находится в теле. Тело является временным и оно разрушается. А как же в нем это вечное Я пребывает. Сам фрукт очень-очень мягкий. А внутри этого фрукта очень твердое семечко. Таким подобным образом Внутри тела Я пребывает. Я думаю, что Я ясно выразил мысль. Все, что за пределами Я, это все материя. Я является сознанием. То есть целью жизни является Наслаждаться компанией этого Я. Потому что оно постоянно. То есть это внутри нас. Но мы об этом не знаем. Так как мы отождествляемся с телом. То есть у меня такой-то, такой-то рост. И отождествляемся с умом и говорим Я такой-то, такой-то. Занимаюсь тем-то, тем-то. И вот с таким Эггом живем. Отождествляем себя С телом и умом. И в этом процессе мы забываем, Что Я, это внутри нас. Потому что Я покрыт оболочками Ума и тела. Это как в одежде. Нижняя и верхняя одежда. А внутри там настоящая Грудина, грудная клетка. Так, мои друзья. Давайте будем думать Об этом вечном сознании. Которое является просто свидетелем. Только свидетелем. То есть этот, как фильтр проекции на экран Приходит Тихий, спокойный и уравновешенный И свидетельствует То есть фильм, который на экране мы видим Там все меняется Но вы в кино же так и видите Показывают какой-то фильм, какие-то танцы А некоторые фильмы показывают, как смеются Или плачут А сам экран даже не плачет И сам экран не смеется И сам экран не танцует Он просто как рефлексия Той проекции, которая идет от проектора И этот экран и есть вы А мы все думаем, что мы фильм И соответственно мы там танцуем Смеемся Или плачем Так понятно вам? Мы так вот понимаем и верим в это В этом мы должны поверить, что мы есть экран И это сознание Все религии учат тому Одну и той же вещи У религии могут быть разные названия А также то ум и настроение, которым поклоняются А также те все ритуальные процедуры, которые мы можем приспособиться к которым А сознание одно То есть единство всего сознания является реальным Если я скажу, что мы все едины Это же только физически Элементально Мы не едины в понимании, что сознание в каждом из нас Оно одно на всех А почему нам нужно это знать? А какова причина? И где это в каждом? И где это в каждом? И где это, то это общее? А почему я должен это знать? А каково же требование? Чистота Чистота Вот зеркало Покрытое пылью А вы не видите своего отражения в нем Почистите, очистите зеркало И это чистое зеркало И в этом чистом зеркале вы увидите свое собственное отражение Таким похожим образом Зеркало это ум А вот который покрывает пылью Это наше желание Привязанности Должности Недвижимость Это вот все пыль И когда вы уберете эту пыль И тогда чистое зеркало Ясное И таким же образом и ум Вот в таком чистом ясном положении Вы видите собственное ясное отражение Этот процесс Называется Духовная практика или садхана Для этого нам не нужно заниматься физическими упражнениями Нам не нужно поститься Нам не нужно забывать о своем сне Нам не нужно быть такими серьезными с постными лицами ходить Мы можем все время смеяться В счастье В благодарности Богу Сознание это Бог Бог есть любовь И Бог есть смех Серьезность это не Бог Это просто мир А Бог является радостью Бог это блаженство Счастье Следовательно Поймите Вы в Боге и Бог в вас Так как Бог пребывает в блаженстве И мы должны пребывать в блаженстве Так как Он является всем счастьем И мы должны быть счастливыми Бог это сознающий человек И Он никогда не был серьезным Он никогда не был в напряжении У Него нет страха У Него нет волнений Почему? Потому что Он знает Потому что Бог в Нем Он везде И Он заботится о каждом Вы передвигаетесь поездом Все пассажиры там Все же кладут багаж на пол Или на полке Это поезд везет самих пассажиров И их багаж К пункту назначения Подобным образом То есть поезд жизни У него есть багаж Счастье и несчастье А Вы являетесь вот этим Багажным отделением Ну вот Вы сидите и расслабились Положили свой багаж вниз И повторяете Сай-Ом, Сай-Рам А сам поезд-то едет? Правда что ли, что жизнь такая простая На самом деле Это мы ее усложняем Жизнь не сложная штука Это Вы и Я делаем ее сложной Почему? Потому что у нас нет понимания истины Ветер дует Почему? Потому что это его природа дуть Само пламя, оно горячее Потому что это его природа Быть горячим Почему у нас проблемы? Потому что жизнь полна проблем Это же просто, естественно Если кто-то вот скажет Что у меня нет проблем Поймите Что на самом деле У него очень много проблем Но единственная вещь Это зависит от того Как мы это воспринимаем Я встречал с некоторыми людьми Они такие забоченные Волнующиеся Тревожившиеся Если Вы спросите Чего ты волнуешься А у меня нет причин для этого То есть Вы плачете Потому что Вы хотите плавать Без причины Чья это вина? Дует ветер Он как бы подходит Придувается к нам А потом же уходит Облака Они приходят и уходят Приплывают и уплывают А у неба же не плачет По этому поводу Оно же не предъявляет претензии А и облака Куда Вы полетели? То есть оно сверх радостно Когда облака есть Таким образом похоже Вы есть небо Но Вы не у облака Нет причин для плача Нет причин для волнений Вот мама несется у ребенка На своих руках И ребенок же ничего не боится Никого не боится Потому что ребенок знает Что его несет Его собственная мама А наша божественная мама Это Саи Баба И она несет каждого из нас На своих руках И нет причин для волнений Она встретится с Вашими проблемами Лицом к лицу за Вас То есть будьте счастливы И даже более того Нет такого, что беспроблемное состояние То есть это градация Нет проблем, чуточка проблем Среднее, много проблем И сверх проблем Нет такого по времени, что у нас не бывает проблем Давайте все-таки мы их примем Факт этой жизни И просто их встретим С третьим лицом к лицу С полным мужеством С открытым забралом Потому что Баба с нами Будет это океан или море Это лодка Вас несет Лодка Вам не нужно нести с собой океан Таким образом Лодка – это Бог И оно Вас везет Пожалуйста, думайте в этом направлении Таким образом Я однажды услышал одну историю С кораблем была проблема То есть оно должно было утонуть То есть вода могла залить в любое время То есть корабль мог потонуть в любой момент То есть недвижимость и жизнь будут утеряны А сам корабль продолжал плыть Некоторые пассажиры отправились к капитану Почему мы так плывем Медленно и спокойно И знаете, что ответили? На поверхности Капитанская будка А, там Иисус спит Пока Он будет спать Ничего не случится с кораблем То есть Бог с нами То есть в корабле нашей жизни Ничего не может плохого случиться Так как мы человеческие существа Ну и в какие-то моменты мы все равно будем чувствовать себя плохо Плакать и лить слезы Но как только мы узнаем об этом факте Мы точно проживем этот момент, что Бог с нами На этой ноте Я ожидаю вопрос с Вашей стороны А важности семьи Важен ли тогда институт семьи И важно ли соединяться союзы мужчин и женщин То есть создавать семью или не создавать семью Это Ваше индивидуальное решение Это решение Вашего ума Если вам ум скажет, что Я хочу создать семью То Вы и создаете ее А если ум говорит, что нет необходимости в ней И тогда забудьте вообще о ней То есть это мысль Которая внимание направляет к созданию семьи Люди, которые спешат, спешат в создании семьи Они торопятся И они волнуются И, конечно, волнуются Так что возьмите свой свой момент Возьмите свой свой момент Не спешите Подождите Повременить Нет, повременить тоже нету слова Это очень хорошее английское слово Это очень хорошее английское слово Но по-русски не очень Все со временем А Вы еще более торопитесь Когда Вы хотите развестись Но Вы на самом деле Когда хотите замуж выйти или жениться Вы полностью не готовы Потому что нет полного понимания Просто пожениться Просто пожениться Просто пожениться Что это? А, то есть это крыса попадает в ловушку Да Клетка Вот и она там бегает по клетке Женитьба это ловушка Если Вы туда попали То уже не выбраться Это же иньян А, то есть это похожая история для двух человек Они оба мужчины женаты Один даже женился дважды И оба умерли То есть тот, который женился дважды Я не вылавливаю историю А тот, который один раз только Он пошел в ад Это очень глупо А ангелы ответили Этот мужчина, который у второго был двежим Два раза Два раза Готовый торча А, он уже все прошел в врата ада Уже будучи женаты То есть у него ничего осталось Чтобы можно было в аду прожить еще Получить какой-либо опыт А который только один раз был То есть он не научился ни одному уроку жизни То есть он опять женился Пусть он пройдет в врата ада Пусть еще раз пройдет эти врата Вот это так и есть с браком Это компромисс 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 Агри Компромисс 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 Думать, это не простая, дешевая вещь, когда вы думаете о Боге, находясь в потоке проблем. Когда нет проблем, бачалер может только думать о Боге. Потому что нет никакого затрудняющего багажа. Поэтому был такой святой Нарады, который пришел к Вишну, к Высшему Богу, и пожаловался, «О Боже, эти люди вообще не думают о Тебе». Они только заботятся о своих детях, об их недвижимости и ответственности. Эти люди вообще не думают о Тебе. Вишну понял. Он принес ему контейнер, полное масло, и сказал Нарады, «Поставь ее на голову». То есть, поставь на голову с условиями, чтобы ни одной капли не пролить. То есть, иди и делай свою работу теперь. И встретимся вечером со мной. Встречься вечером со мной. Такая награда есть у Нарады. Он может перемещаться по всем мирам. Когда он этот контейнер на своей голове перемещал, с условиями, что ни одна капля не должна пролиться, он больше волновался об этом масле, чем о своих обязанностях по работе. Он даже не мог повторять имя Бога вообще. Нарада известен тем, что он постоянно на постоянной основе, без перерыва повторял имя Бога. А он теперь только думал о том, как бы не пролить это маслом. А вот к вечеру он вернулся к Вишну. А Вишну спросил у него, Нарада, как много раз ты повторил имя Бога? А он с вами дал мне этот контейнер с маслом. Я волновался так. У меня не было времени вообще подумать о Боге. А Вишну рассмеялся и сказал, Эти женатые люди несут на своей голове огромное количество контейнеров желаний своих и семьи, заботы о семье. Как же можно ожидать от них, что они будут повторять имя Бога? До того ты повторял имя беспрерывно. А вот просто неся эти контейнеры на своей голове, ты даже один раз не мог произнести имя Бога. А как представишь, что в миру, как людям женатым жить? Именно поэтому мои друзья Именно поэтому мои друзья у семейного человека много обязанностей потому что у семейного человека много обязанностей он не свободен. Но Бог милосердный. Произнеся один раз его имя Принесет такую же пользу, как и тому неженатому, который произнесет сто раз и даже более сверх того. Поэтому... Поэтому... Бог учитывает, что человек женат или неженат. А также индивидуальное решение. А также желание. И это все. Вам так понятно? Ясно? Можно вопрос? Я хотел бы просто услышать истории, которые обещали, о том, как мы находились рядом с собой, какие чувства, какие истории, что больше всего, так сказать, пробовало, или какие-то самые яркие впечатления, которые остались после общения с нами? Это было предупреждено русским, что вы расскажете, что вы расскажете, что вы расскажете о истории в общении с Сатисой и Баба. Пожалуйста, вы поделитесь с нами? Пожалуйста. Как вы чувствуете это? В самом начале В самом начале были проблемы. Я не мог с семьей общаться такое же долгое время, как и раньше. Как только я приблизился ближе к Свами, я должен был быть с Ним почти все свое время. И это создавало некоторые проблемы дома. Потому что домочадцы думали, что я безответственный. То есть у меня не было времени совершать покупку, и что-то планировать, покупать подарки, или ходить в кино с ними, или на пикник отправиться с ними. Ничего такого. Только работа с Вами в переводах. в его дискурсах. То есть семья лишалась моей компании, моего присутствия. Это совершенно их не удивляло, если меня долгое время не было дома. Упрощая все. То есть я был гостем на свадьбе своих детей. И не знал, что происходит. Потому что моя жена взяла всю ответственность. Она знает, что я с бабой. и у меня нет такой свободы вокруг да около где-то ходить. Ну, допустим, с Вами отправлялся в Кадайканал, в такие места. Я потерял своего брата. То есть брат мой умер, который я не мог посетить похороны. А в другой визит в Кадайканал, я потерял зятя. И я не мог попасть на похороны. А когда я был во Вриндаване рядом с Бангалором, мой племянник женился. А я не мог попасть на свадьбу. То есть я не мог попасть ни на одно мероприятие, связанное с семьей. Это только одна часть всего этого. Быть со С вами – это вызов. То есть вы выбираете между двумя только это или это. А у Вас не может быть оба в кармане. То есть так говорится, что Вы не можете иметь пирог и есть его. Вы не можете намазать бутерброд с двух сторон маслом. Это тема приоритетов и выбора. Но будьте уверены, Он точно о Вас позаботится. Невзирая на мои ответственности, Инфинит. О, безответственность. Безответственность. То есть наоборот, не ответственность, а безответственность. Они были огромными. Баба заботился обо всей семье. И все дети были устроены. Очень хорошим образом. Без моих приложенных усилий. Если бы я там своими ответственностями вмешался, Это было только ухудшим. Однажды. Когда печалилась моя супруга по поводу моих безответственностей. Свами пришел к ней и сказал, А с Вами в мечте или физически? А с Вами делает мою работу. Это моя задача делать Его работу. То есть, так как Он делает мою работу, То я буду делать Его работу. Не волнуйся. От твоих детях я точно позабочу. Я их устроил. Пусть твой муж продолжает тем же путем двигаться по жизни. Вот такова жизнь. Как только Вы попадаете в окружение Бабы, Ваша жизнь уже Вам не принадлежит. Прежде чем удалиться, Вы должны получить Его разрешение. По любому поводу. Это так не просто. Это просто выбор. Но Там есть и наслаждение, и боль. Но это не боль, а это получение пользы. Вы получаете. Вы получаете тысячи раз больше, чем все остальное. Он сотни тысяч раз увеличит эту заслугу. Когда я пришел к Бабе, Совсем такой зелененький, Все мои коллеги в колледже подумали, что я вообще сумасшедший человек. У меня была очень хорошая зарплата. И очень достаточно было уже известным. Я всех их оставил, чтобы прийти к Свами. Почему? Потому что Он желал, чтобы я на Него работал. Он просто напрямую мне об этом сказал. То есть увольняйся и сюда переезжай. Работай в моем колледже. То есть это было напрямую. Без всякого выбора. Никаких предпочтений. То есть я должен его этому указанию следовать. Было очень-очень болезненно в самом начале. А как только с годами, со временем, Я уже привык к этому. Я уже привык к этому. То есть принимаю боль как уже награду. И все эти люди, коллеги, Тогда, в то время, которые меня ругали, Восхваляют теперь меня. Потому что тебе очень, дорогой, тебе все очень повезло. У нас больше денег, чем у тебя. Но у тебя одного больше счастья, чем у нас у всех вместе. У нас так много недвижимости, что у нас нет покоя ума. А у тебя нет никакой недвижимости, и ты счастлив. Потому что с вами это моя недвижимость. Поэтому, живя с бабой, это блаженство. Это возможность. И это вызов. Это не просто букет роз. Шипы точно вас уколят. Он будет окружать вас людьми, Которые будут вас тестировать на терпение. И преданность, конечно. Чтобы укрепить таким образом, Нам нужна Его милость. И это возможно, Когда мы полностью предаемся Ему. Пусть будет воля твоя на земле, так же, как на небесах. Это вот такая молитва. А также, похоже на с вами. Пусть твоя воля будет на земле, так и на небе. Мне не нужно волноваться больше. И таким образом я это принял. Теперь понятно? Ясно? Любое утверждение, которое произношу, является истиной. Моя супруга здесь рядом. Вы можете пойти у нее и спросить. И уточнить у нее, точно я говорю правду истину или нет. Как только стало возможно делиться чем-либо, У меня не осталось времени говорить с ней. Я не могу лицом-лицом с тобой посидеть. Потому что много очень жалоб и сожалений. Но практическая жизнь моя завершилась. Мне уже 81. Мы живем вместе за 58 лет. 58 лет. И вот в эти годы были времена волнения и проблем. Были такие, как сказать, разницы во мнениях. И все эти раны, которые мы друг другу нанесли, Время потихоньку изжило. Я думаю, это испытание каждого рода. Любой женатый человек имеет схожие проблемы. Схожие. То есть у жены могут быть проблемы с мужем, Или у мужа с женой, Или у них у обоих друг с другом. Если у них нет проблем, они не могут нормально провести время. То есть и проблемы их как бы стимулируют. Я ответил на вопрос? Нет, вы обращались к своими проблемами? Я ни одной проблемы не делился со свами. Потому что они были созданы мною самим. Он же не просил меня жениться. И он же не отвечает за все те проблемы, которые я создал. Это моя ответственность. И что я сделал? Просто молился ему. Каждый день, чтобы я мог выйти из проблем. И это все. Понятно? Проблемы решили сами себе. Получается, как у вас не было выбора в служении, Так и у вашей жены не было этого выбора. Получается, она тоже служила в своей жизни. Это означает, что когда вы выбираете, чтобы служить Бабе, Тогда ваша жена тоже не имеет выбора служить Бабе. Получается, ее жизнь тоже была служить Бабе. Это означает, что ее жизнь была дедиката как служила Бабе. Я должен сказать, Действительно, По истинному. Она больше предана Бабе, чем я сам. Она привела к его стопам, меня. Я был такой аморфным человеком. Очень критично относился к Бабе. Никогда его не принимал ни по какому поводу. Бабе был выбор жены. Бабе был выбор жены. Была проблема со здоровьем, И вот она и меня привела к нему. А результатом было, Я каждый день углублялся. Все углублялся. Она была на шоу. Просто не помогленно. А, ты не помогленно. Она была не помогленно, смотрела меня, Бабе был выбор жены. А то есть, Он углублялся в работу с вами, Она просто безнадежно смотрела, Наблюдала за мной. А когда с вами с ней говорил, Она возобновляла свои силы. А когда у нее была депрессия, Из-за моей индифферентности, Тогда она с вами подошел к ней И благословил ее в вебхоте, Материализация. У с вами вот такие Духовные решения На материальные проблемы преданных. Вот когда мне уже все надоело, Решил уйти. С вами подходил к ней И дал ей розу. Она приходит домой А за столом Она сказала, А кто будет о тебе заботиться-то? Как же милосерден, Баба? Как он добр Как мы можем от него уйти? А раньше Перед тем, как получить розу Она воспринимала только шипы А как только получила розу Она забыла Она забыла Проблемы Она забыла От тех проблем Которые доставили ей шипы Теперь понятно? Красивость Уэрик, Красивая история Красивая история Это не история, это реальность Когда неудовлетворен муж Он тогда будет довольный Делать так, что была жена довольна А когда жена недовольна чем-либо Он будет благословлять ее А когда оба в депрессию впадают Он дарует им интервью обоим Даст им вибути И сделает так, чтобы они забыли о своих проблемах Когда жена сердится, гневается на мужа своего Свами подходит к мужу И говорит ему Это не так ты должен себя вести Это плохо для преданного Саи Давай-ка ты справляйся и веди себя прилично И тогда он медленно-медленно подойдет к мужу И скажет ей Твой муж очень хороший человек Он же заботится о тебе Даже для него не ценен никто другой, как только ты сама Он вообще ни о чем не думает только о тебе Из-за того, что у него дополнительная работа в офисе Он такой злой и приходит домой и кричит А на самом деле у него в сердце этого всего нет И он медленно возвращается к мужу А ты вообще хорошо живешь только благодаря ей Благодаря вашему тому, что вы так сотрудничаете с друг другом Но вы вот в этой точке благодаря друг другу Он знает, как сбалансировать эти оба полюса Так красиво он сделает Вот такая тактика у Свами Я могу сказать что-то? Потому что он говорил о отношениях Но он был о боговом отношениях Он был физически известен Свами Если кто-то сейчас берет Бог в его жизни И он женится И он женится Будет это самим, но отличным? Я имею в виду, что он не был в офисе Но это происходит сегодня в таком случае В таком случае В этом случае Не зависит от того И если он будет в офисе Он будет больше доволен Потому что он будет больше доволен Потому что у него есть еще проблемы В этом случае Немного Вопрос был такой Если кто-то из пары приходит с вами Когда он уже больше не в форме Будет ли так же сложно принять Второй стороне Чего с вами Он говорит Это даже будет опаснее Потому что вторая сторона Если придет с вами Это будет даже больше преданной Чем вы сами Понятно Как это? Я не знаю Пять лет назад Пять лет назад Трив Уже время Вы уйдете Можно в банчаном В банчаном Барчан Есть много Они приходили здесь Слушаются ко мне Я знаю В банчаном В банчаном И банчаном В банчаном Немного банчан В банчан Не очень Есть тамбуре На próxima Не чтоа Девочка Я не менеджер, я переводчик. Есть еще вопросы? Один вопрос. С вами много говорил о смерти, о отношении к смерти в его философии, а как он относился к Сунипийцам? Сунии говорили много о смерти. Сунии говорили о смерти. Суния – это плохо. Суния – это грех. Суния – это против Бога. Потому что самоубийство – это противостояние воли Бога. Самоубийство – это просто избегание ответственности. Конечно, вы откладываете их. А в следующей жизни вы все равно встретитесь лицом лицу с этими проблемами. Люди думают, что самоубийство – это решение, которое решит все проблемы одним разом. А эти проблемы все равно последуют в следующую вашу жизнь. И это все. Это вот… Так, это одна часть вопроса. А что сказал Баба по поводу смерти? Нет рождения. Если нет рождения, то как может быть смерть? Простой пример. Вот здесь океан. То есть поднялась волна. Это и есть рождение. И она спадает. Это смерть. Опять поднимается волна. Рождение падает. Смерть. И в таком контексте, что такое рождение, что такое смерть? То есть поднятие волны – это рождение. То есть падание волны – это и есть смерть. Но на самом деле говоря, нет такого вещи, как смерть. Нет вообще такого. Мы все вечные. Всегда живущие. А что случается? Как только мы действуем на уровне ума только. Как только мы отождествляемся себя с телом. И тогда мы рождаемся и перерождаемся. И тогда вы уже не рождаетесь и не умираете. Вам понятно? Ясно? Спасибо, что вы знаете и делитесь с нами. Спасибо, что вы делитесь с нами. Спасибо большое. Я думаю, что это время. Потому что все вы все тихие. Это означает, что вы очень голодите. Ну, так как вы все такие тихие, наверняка вы уже проголодались. А западная столовая уже вас ждет. Я также благодарю вас за благосклонное присутствие. Я очень рад вашему интересу, чтобы узнать о Бабе больше. Единственное, что я сожалею, что вам сюда приходится добираться. На довольно дорого расстояние. Но я же раньше поближе жил к Мандеру. Целых 25 лет там. А теперь я вынужден сюда перейти. Потому что мне нужно больше места для того, чтобы двигаться. У меня была операция, после которой мне нужно в обязательном порядке двигаться физически. Мне нужно место. То есть, из-за здоровья мне пришлось переехать. Но весь мой ум там. Многие люди идут в Мандир. И тогда они приходят, чтобы увидеться со мной. А теперь уже такого нет. Если только не запланируют, тогда они могут сюда прийти. То есть, давайте таким образом и будем продолжать. Может быть, с вами будет думать. Анил Кумар, ты говорил уже на протяжении безумных, почти 50 лет. Теперь уже, наверное, хватит достаточно. А теперь время тебе о самом себе подумать. Для интроспекции, заглядывания вовнутрь. То есть, стать интровертом. То есть, больше проживать что-то, чем самовыражаться. То есть, теперь у тебя уже было много возможностей упражняться в уме и губами. Но теперь время пришло для сердца. Вот найди эту универсальность в сердце. Именно поэтому я тебя сюда и приведу. Вот таким образом позитивно я это все воспринял. Но в то же самое время Моя жизнь точно была бы не полностью наполнена чашей довольства, если я не стану делиться всем тем, что я получил от с вами. Я же абсолютно не могу промолчать про все вот эти 50 лет. Особенно в наше время, когда с вами уже не доступен в физической форме. То есть, преданным теперь с вами нужно брать на себя бразды правления. Теперь вот мандир стал аэропортом. Теперь никто не говорит хай друг другу. Они пришли на даршин и ушли сразу. То есть, нет любви. То есть, больше уже люди не собираются. То есть, больше новостями не делятся. Больше нет сатсангов. Некому уже отвечать на вопросы. Люди сюда приезжают, а потом отправляются позже в другие места паломничества. То есть, создавая духовные пикники. Но я здесь. То есть, то служение могу совершать, которое мне доступно немножко. И делиться всем тем посланием с вами с наибольшим количеством людей. Бог дал мне двоих. И очень мощных. Очень преданных. Тотально абсолютно преданных. Абсолютно бескорыстных. Абсолютно свободных и не привязанных к миру, к обществу. И полностью преданных. Сундарам там и Лаки здесь. Эти двое. Они подобны двум моим легким. Я могу наполнить оба легких только благодаря этим двум. Они очень важные товарищи. Это легкое из Испании. Лаки сделанное. А это легкое американское. Калифорния сундаром. Я очень благодарен. И вам за то, что вы пришли. Спасибо с вами за то, что он вдохновит вас и позже. Я буду рад, что если вы вернетесь сюда. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы. Аня, я помню, это 24 лет назад. Мы встретились в Сай-Нивас. Это была создание этого здания. И потом я пришла немного поздно, и все места были окружены. Потом вы, конечно, привезли меня к вашей жене, и я сидела там, и потом вы привезли нас к вашей жене, и мне тоже. И потом, вкусно, и все люди смотрели на нас, и они спрашивали, что вы знаете, кто вы сидите там? Я сказал, да, это вкусно, индивидуальная семья, и я не знал ничего о Анинил Кума, но потом я увидел вас из Баба, из Телегу, в английском, и это было очень приятно, чтобы встретить вас снова. Спасибо, это мой приятно, абсолютно мой приятно.